Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие мои сударыни, дорогие мои девушки и вообще голубки мои. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года. Прогноз буду делать на новой колоде. Называется эта колода Таро Иллюминатов. Очень красочная, мне она очень понравилась и надеюсь, что и вам тоже понравится. Итак, друзья мои, прежде чем делать расклад, хочу сделать небольшое объявление. В этом видеоролике я не буду очень сильно вас поздравлять с Новым Годом, точнее вообще не буду поздравлять, потому что в декабре где-то в середине у меня будет отдельное видео с новогодними поздравлениями. Оно будет несколько необычным, я бы даже сказала магическим. Вот, ну короче, пошаманим мы немножко, помогичим с помощью карта Таро, чтобы себе, как говорится, привлечь в свою жизнь побольше счастья, любви, процветания и вообще всего, чего нам хочется. Так что следите за выпусками. И где-то примерно в середине декабря я начну делать такие поздравления. Итак, вернёмся к нашим, как говорится, вопросам. Прогноз на декабрь. Дорогие мои рабки, это прогноз для вас. Так, фон месяца. Фон месяца. Отличный. Туз чаш, туз кубков. Ладно, какие события в работе бизнеса? Какие события в финансовой сфере? Какие события в доме, в семье? То есть дела домашние. Ой, какие хорошие дела. От туз Пентакли, друзья мои. Так, дальше отношения. Как сложатся отношения для тех, кто имеет пару? И всё просто будет, но это нужно. Так, и как сложится личная жизнь для тех, кто свободный? Четвёрка жезлов. Отлично. И две позиции новенькие. Вот у нас это. Какой новогодний сюрприз вас ожидает, дорогие мои? Ого, дьявол. Да, серьёзно. И последняя позиция у нас будет. Совет Картеро. Что вам нужно сделать в декабре? Вот какой кирпичик заложить? Какой задел сделать? Чтобы это было на будущее. Понимаете? Ну, например, может начать осваивать в декабре какой-то новый навык. Может подать, наконец-то, режиме в ту фирму, о которой вы давно мечтаете. Может быть, начать изучение каких-то практик, какой-то науки. Может быть, наконец-то познакомиться с тем человеком, о котором вы давно глаз положили. Или начать с ним общение. В общем, тут у каждого будет свой кирпичик, свой задел. Но его нужно будет сделать в декабре, чтобы это было во благо вам на следующий год. Посмотрим. Посмотрим, какой совет Картеро даёт вам в этом вопросе. Ох, король кубков. Отлично. Так, приступим. Приступим. Фон месяца, друзья мои. Фон месяца туз кубков. Ну, эмоциональный будет месяц. Что там говорить? Говорить. Может, это будут эмоции, связанные с какими-то событиями яркими. Может, с вашей влюблённостью. Может, с вашим каким-то творческим каким-то импульсом. Творческим каким-то запалом. Что-то вы войдёте, что вас будет просто переполнять. Как говорится, идеи будут сыпать налево и направо. И вообще, как говорится, будете творить. Творить, творить. И вот на таком подъёме, как по тузу чаш, вы будете месяц. Месяц будете. Ну, давайте посмотрим, на какие сферы это в основном будет распространяться, ваша вот эта эмоциональность. Работа, бизнес. Двойка Пентакли, друзья мои. Ну, тут как, вроде бы, знаете, не сказать, чтобы сильно эмоционально. Здесь больше какая-то суета. Какое-то разрывание себя на части, если можно сказать. Что нужно и туда, и сюда. И нужно как-то вот что-то выбрать из чего-то. Понимаете? Может быть, на двух стульях, на двух работах вы будете сидеть. Может, у вас два бизнеса. И вот какому бизнесу больше внимания дать этому или этому. То есть вопрос большой. И вот вас вот будет как распирать, распирать, раздирать. И туда надо, и сюда надо. Может, много как-то каких-то выплат будет, каких-то обязательств. И нужно, как говорится, чтобы всем хватило и со всеми рассчитаться. Понимаете? Вот как-то вот. Я имею в виду по бизнесу выплат. Что контрагенты уже нажимают, уже дальше тянуть некуда. И нужно, как говорится, рассчитаться хоть помаленечку каждому. И скорее всего, вы так и решите, что этому чуть-чуть пообещав, что скоро будут. Этому чуть-чуть пообещав, что скоро будет. Вот как-то так будете. Что касается тех, кто работает. Точнее, нет. Кто ищет работу, друзья мои. У вас вполне возможно появится два предложения. Или несколько предложений. Будет очень сложно выбрать. Что же вам надо. Что же вам более интересно. И что вам больше выгодно. На работе. Кто работает, тоже имеет работу. Тут тоже могут быть. Ну, тут, скорее всего, знаете, запарка. Много работы. Аврал. Большой документооборот. Все это нужно перелопатить и очень быстро. И вы вот как на углях будете скакать. И это, и туда, и сюда, и, как говорится, и то, и другое, и третье. Вот. Вот как-то так, дорогие мои. Как-то так. А может даже, знаете, у вас будет и свой какой-то домашний бизнес. И работа наемная. И вот декабрь будет очень насыщенный в плане того, что и там требует внимания, и здесь требует внимания. И вот надо, и везде надо успеть и ничего не опустить. Ну, и, соответственно, почему не упустить? Потому что денюжка, денюжка и оттуда, денюжка и отсюда. И потерять эту денюжку было бы очень обидно. Дальше. Финансовая сторона. Шестерка мечей. Финансовое положение. Вот такое идёт ощущение, что... Кто-то из вас может уйти от какого-то вида заработка, от какого-то вида доходов. Сделав вывод, что это уже нерементабельно, невыгодно. И нужно, как говорится, менять берега. Менять берега. Может кто-то в буквальном смысле, друзья мои, переедет. Может в другой город. Может в другую страну, где предложат вам больше. Больше денег, большую зарплату, больше будет доход. И вы, как говорится, ренетесь в путь. Может кто-то поедет за деньгами. Куда-то. В декабре я имею в виду. Может кто-то вам должен, и вы поедете за ними. Да мало ли какие бывают причины, что нужно будет съездить за своей денюжкой. А что еще? Не исключено, что кто-то из вас откажется от каких-то расходов. Ну, может даже, знаете, не в плане экономии. А даже в плане, может быть, что это уже, ну, либо исчерпало себя, либо другие появились какие-то новые статьи расходов. И поэтому тут, как говорится, уже выбирать приходится или то, или другое. Ну, пересмотр вашей сметы расходов вполне возможен, друзья мои, в декабре месяце. Смена локаций идет, смена берегов. Финансовых берегов, друзья мои, финансовых, в первую очередь. Финансовых. Ну что ж, ладно. Ну, понимаете, это, вот, вроде бы карта так смотрится несколько, ну, не то чтобы мрачновато, но напряженно. Но я думаю, что здесь, в принципе, больше положительная составляющая. То есть это будет больше на благо, чем минус. Почему? Потому что по работе, видите, двойка Пентакли, денежка-то идет. И оттуда, и отсюда. То есть здесь никаких проблем нет. Может быть, как раз вот и двойка Пентакли говорит, что поступило какое-то предложение, более заманчивое по работе. Но мы видим на фоне корабли, надо просто переехать туда. И вполне возможно, что кто-то именно переедет. Может быть, даже, знаете, эта карта для кого-то проиграется, как переход в другую фирму на большую зарплату. Или отказ от своего старого бизнеса, кто занимается, в угоду нового. Понимаете, чтобы, то есть тоже берега меняются. Я отказываюсь от старого, который уже исчерпал себя, и начинаю заниматься новым бизнесом. И оттуда мне пойдут денежки. Да, смена берегов. Дома. Дела домашние. Дела семейные. В доме, в семье. Ту-спентакли. Ну, все замечательно, друзья мои. Все замечательно. Денежка имеется. Дом облагораживается. Прихорашивается все. В доме все прихорашивается. Ну, все-таки Новый год на носу. Похоже, будут какие-то у вас вложения. В дом конкретно. Может, вы что-то новую мебель купите. Может, что-то подремонтируете. Может быть, новую машину купите. Я не знаю. Ну, деньга у вас появится на это. Вот, кстати, еще один момент по финансовой. Что здесь шестерка мечей. Казалось бы, да? Что-то это. Но, тем не менее, понимаете, это все на благо. Потому что в доме у вас достаток. Достаток. А если есть достаток, как говорится, значит, и есть причина для достатка. Есть источник для достатка. И все замечательно. Что еще тут можно сказать? Ну, вполне возможно, что Пентакли, он еще говорит о начале, о начале только. Создание какого-то семейного бизнеса. То есть, о работе дома. Да. О работе дома. И от этой работы, может, это от хобби. Может, еще что-то. У вас пойдет денежка. Дополнительная денежка к вам, как говорится, в семейный кошелек. К вам в дом. Дальше идем, дорогие мои. Отношения. Отношения как сложатся для тех, кто в паре. Здесь у нас выпала карта повешенной. Ну, конечно, карта такая сложная, двойственная. Она, с одной стороны, говорит, что, может быть, пришло время глубоко задуматься. Может быть, даже, знаете, даже не задуматься. А вот, скорее, может, придет мысль, идея что-то поменять в отношениях со своим партнером. Уж какую сторону, сложно сказать. Может, кто-то решит разорвать этот узел, который, что не приносит вам это партнерство для души абсолютно ничего хорошего, скажем так. Может, кто-то, наоборот, с идеей загорится как-то внести в ваши отношения новую искру. Новую искру. Может, займется своим имиджем. Может быть, начнет оказывать дополнительные какие-то новые знаки внимания к своему партнеру. Может, даже где-то, знаете, чем-то жертвовать. Потому что карта все-таки говорит о некой жертвенности. Но это жертвенность именно на благо. На благо себя. В данном случае на благо отношения. Ну, насколько я не знаю уж там. Может быть, допустим, ваш партнер временно потерял, допустим, работу. Ну, это как пример, друзья мои. Как пример. И вам, чтобы, как говорится, ваше финансовое материальное положение не усугубилось, вам придется брать больше работать, может быть, так. Вот именно в этот промежуток времени больше работать. Или, допустим, ваш партнер куда-то уехал. И вам хочешь, не хочешь, но придется какое-то время пожить одному. И ждать. Ждать. Как бы вам это нравилось, не нравилось. Но вот именно ожидание – это как раз жертва с вашей стороны, вынужденная жертва. Но вы знаете, что вы потом встретитесь. То есть какая-то жертвенность. Какая-то жертвенность вполне возможно быть у вас в отношении с партнером. Ну, что еще может быть? Что еще может быть здесь? Ну, знаете, может еще такой быть вариант, что ваш партнер выскажет какие-то свои, ну, если не претензии, а, может быть, даже ожидания, какие отношения он с вами хочет, в каких отношениях он хочет с вами быть. Вот. Вполне возможно. И вам придется выбирать. Может, даже ваш партнер, если вы не в браке, скажет, все, давай жениться. А вот вы как-то вроде бы еще и не готовы. И вроде бы как вам еще и нравится вот такой полухолостяцкий. образ жизни, ну, свободный, более свободный образ жизни. Но партнер будет настаивать, типа того, что или, или, давай вот, или, как говорится, замуж за меня иди официально, или как, или, допустим, давай вот вместе жить, а вы вот еще пока вот не готовы вместе жить. Но чтобы не потерять партнера, тут, как говорится, нужно решить. Или пойти вот, вопреки своими желаниями, все-таки пойти навстречу желаниям партнера, или все-таки как-то вот другой какой-то выбор быть. Ну, будет вот такая подвисшая ситуация в отношениях, подвисшая, что надо будет что-то вот как-то подумать, взвесить все, вот, как говорится, или-или. Свободные, свободные раки. У вас выпала четверочка, четверочка жезлов. Ну, все замечательно. Какая-то тусовочка вас ждет. Вполне возможно, что это в Новый год. Вот. Или корпоративчики на этом корпоративчике. Не исключено, что вы с кем-то познакомитесь. Да, с кем-то познакомитесь. Тут даже вон на карте, видите, какой рисуночек. Танцы, 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 танцы. Ухаживание, молодой человек, девушка. Так что, друзья мои, готовьтесь, готовьтесь. Ждет встреча, ждет знакомства. Может, даже, знаете, не обязательно, что это новый какой-то человек. Может, кто-то из вашего ближайшего окружения вдруг, как говорится, предложит вам руку и сердце в плане того, что давай попробуем создать свой союз. Вот. Ну, а там уже вам решать, соглашаться, не соглашаться. Вот такие пироги. Хорошая карта. Несет приятные новости, приятные ощущения. Вот тот же туз-чаш, он вполне может связан с вашими вот этими событиями, дорогие мои. Вот, кстати, по тузу-чаш, по поводу фона еще, вот, эмоциональность повышенная, она может касаться вашего дома, дорогие мои. Да, дорогие. Забыла я сказать, вот, что настолько будет дома все замечательно, в семье замечательно. Много будет подарков, много будет радости, много будет новшеств, возможно, каких-то. Вот. Вот, и вас это все будет наполнять вот такой приятной, позитивной эмоциональностью, чувствами, чувственностью. Ну, чувственность, конечно, это вот как раз для, допустим, для тех, кто свободный, для вновь влюбленных. Но, тем не менее, кстати, кстати, друзья мои, туз-чаш, он также может говорить, что вот в этих ситуациях, в подвешенных ситуациях, вас тоже будут обуревать эмоции. Мама дорогая, как говорится, потому что, и, может, не захотите вы терять своего партнера, потому что вы его любите, вы им дорожите, но вот тут, как говорится, выбирать приходится. Поэтому тоже могут бушевать бури в вашей душе, вполне возможно, вполне возможно. Так, теперь идем к позиции, друзья мои, новогодний сюрприз. Ну, я не знаю. Вот дьявол, конечно, он как сюрприз. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, вот первое, что приходит, какая информация, что сюрпризом может стать у вас настолько насыщенная, интимная ночь, что вот просто вот зашкаливать будет. Может, вы даже от себя не ожидали такой страсти, можете не ожидали от партнера такой страсти, и вообще не ожидали, что может случиться вот эта ночь. Особенно, если вы свободные были. Да не только свободные. Но, тем не менее, факт остается фактом. Также, друзья мои, конечно, дьявол еще у нас отвечает за большие деньги. За очень большие деньги. Ну, я надеюсь, что кому-то приварит огромный куш денежный, и это будет для вас как действительно новогодний сюрприз. Что вполне, вполне вероятно, особенно вот у нас тут ту спинтакли в доме, в семье, генюшка какая-то приваливает. Поэтому не исключено, не исключено, дорогие мои. Как сюрприз. Может, вы так влюбитесь в кого-то, так влюбитесь, что даже, может, от себя не ожидали, что вы способны вообще на такое чувство. Ну, вот просто, знаете, такое ощущение идет, как крышу снесло. Вот просто напрочь крышу снесло, все. Вот хочу именно этого. Никого не надо, никого не вижу. Хочу, 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 как говорится. Вот такое идет ощущение по дьяволу. Ну, это сюрприз. И это, видимо, будет... Не видимо, а это новогодний сюрприз. Значит, это будет под Новый год или в Новый год. Уж что будет, ой, не знаю, дорогие мои подруги. Тут, как говорится, все, что хочешь. Но держите ушки на макушке, дорогие мои. Держите себя в руках. Вот тут сейчас тоже, говорит, фон месяца. Ой, эмоции, конечно, дело хорошее. Но, 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 но. Не помешает быть очень осторожным. Не помешает быть практичным. Где-то эгоистичным. Ну, можете попасть в такую зависимость вот от этой любви. Той же любви. Поэтому смотрите, смотрите. Ладно. Ну, я надеюсь, что новогодний сюрприз все-таки будет... Да не надеюсь, это должно быть так. Новогодний сюрприз будет только хорошим. Только приятным. И именно так оно и будет. Дальше, друзья мои. Какой же кирпичик, какой же задел вам нужно сделать в декабре месяце? Здесь у нас выпал король кубков. Товарищ серьезный. Ну, вот здесь первое, что... Что мне идет... Вот особенно тех, кто занимается творчеством. Или собирается заняться творчеством. Друзья мои, подруги мои. Пришло время. Время сделать задел именно в декабре, дорогие мои. В декабре. Начать. Если, допустим, вы решили создать на Ютубе свой канал, то сделайте это в декабре. Не отлаживайте на следующий год. Если вы, допустим, положили глаз на какого-то мужчину, и он вам дорог, вам хочется с ним отношений, ну, сделайте так, чтобы прояснить ситуацию. А стоит ли надеяться на этого мужчину? А как он к вам относится? Вот. Может, там, как говорится, и ловить нечего. А вы вот себя будете накручивать. А вдруг, да что-то, а как-то... И будете отлаживать, отлаживать. Нет. Тут, как говорится, нужно уже конкретно. Эмоции эмоциями. Вот. Но себе тоже надо пожалеть. Не идти на поводу эмоций, а всё-таки определиться. Карта советует, что поступите мудро. Поступите, как вам... Поступите по душе. Вот так вот я бы сказала. Но именно в декабре. Не отлаживайте. И если, как говорится, если какой-то вопрос у вас есть, какая-то нерешённая задача или какое-то нереализованное желание, можно даже, знаете, воспользоваться помощью чьей-то. Вот в данном случае король чаш, он олицетворяет человека, который может вам помочь в этом. Вот. Помочь порешать. Ну, не проблему, а порешать вот этот вопрос. Или что-то вам посоветовать. Потому что король чаш, он всё-таки очень душевный такой человек. Ну, там у него, конечно, есть свои прибамбасы. Но, тем не менее, вот в данном вопросе вы получите от него всеобъемлющую просто поддержку. Так что воспользуйтесь. Ну, обязательно нужно вот это сделать. Ну, особенно, говорю, эта карта вот для тех, кто что-то задумал, у кого есть какая-то идея, есть какая-то цель, есть что-то, вот знаете, от души. Не то, что там, допустим, купить какую-то вещь, да, там, или сделать ремонт, вот нужно именно в декабре, да, ну, я буквально. А вот именно тут связано с душой. И карта Таро в лице короля чаш, она говорит, ну, выполните, выполните требования своей души, чаяния своей души. Ну, сделайте вы это в декабре. Не майтесь больше. Не мучайтесь. Вот как-то так я понимаю эту карту, друзья мои. Ну, может быть, у кого-то другие ассоциации возникнут. Но вы к ним прислушайтесь в любом случае, потому что интуиция, вполне возможно, что по этой карте ещё идёт подсказка, что слушайте свою интуицию, и вы не ошибётесь. Слушайте свою душу. Вот такой расклад получился, дорогие мои, вот такой прогноз. Я считаю, что очень хороший прогноз. Один туз Пентакличо стоит, друзья мои, вообще шикарно. Вот. Главное, чтобы в доме была погода хорошая. Во всех смыслах слова. А остальное, как говорится, можно порешать. Ладно. На этом я заканчиваю, дорогие мои подруги. Желаю вам, пусть у вас всё сбудется, пусть у вас декабрь будет насыщенным, плодотворным. Подготовьтесь хорошо к новому году, встретите этот Новый год с открытой душой, радостью, и, как говорится, с новыми планами, надеждами, причём в позитивном таком настрое, в очень позитивном. И всё будет в порядке. Будьте счастливы, дорогие мои, и до встречи на моём канале. с одной. Продолжение следует... Продолжение следует...